Какое право делал? Правду, да. В этой передаче ты будешь говорить правду и только правду. Ох, клянусь говорить правду и только правду. Первый вопрос, как ты хотела бы, чтобы тебя представили? Вот сейчас есть возможность, вот как ты хочешь. Ну, вообще я акцентирую внимание на том, что я модель. Потому что я этим занимаюсь 13 лет. А второстепенно это уже администратор. То есть, ну, это моя уже профессия, которая у меня стабильная, постоянно. Кого ты считаешь инстазвездой в Крикстане? У нас есть публичные люди, есть узнаваемые люди. Мы, к сожалению, еще не вышли на тот уровень, чтобы говорить о какой-то там безумной звездности. Каким главным достижением на сегодняшний день в своей жизни ты считаешь? Достижением? Наверное, мой карьерный опыт. Девушка и женщина, кто рядом находится, с мужчиной успешно, должна быть сама успешной. Прежде всего. Самое главное достижение и благодаря моей маме. Потому что она всю жизнь со мной находится, она меня поддерживает. Да, я очень за это благодарна. И мы когда-то давно жили в Казахстане, сейчас я ее сюда забрала. Она со мной живет. И вот за это ей действительно огромное спасибо. Без нее бы, наверное, честно не справилась. Какой бы ты совет дала вот этим подросткам, девчонкам, которые в силу ряда разных причин неуверенны, не самостоятельно, может быть, жизненная ситуация какая-то сложность. Какой бы был твой совет, что делать и чего не делать? Есть даже такие книги «Формула успеха». Мое личное мнение, что формула успеха не существует, мне кажется. Существует безумное стремление и желание. Когда есть желание, его нужно развивать и действовать. А если нет желания, то, мне кажется, что бы ты человеку не говорил, что бы не предлагал, он этого делать не будет. Просто нужно, мне кажется, сосредоточиться на одной мысли, на одном действии. То, что ты хочешь в жизни больше как-то объяснить, проявить в себе. Вот когда ты это начинаешь проявлять, у тебя получается, тогда уже начинается, запускается механизм, да? Тебе это нравится, тебе хочется еще больше, еще больше это познать, увидеть, показать. Поэтому, естественно, чего бы я хотела пожелать, мне кажется, каждому человеку, да? От возраста и так далее. Просто безумного стремления и желания. У нас до сих пор в Кыргызстане, к сожалению, нарушаются права женщин, умыкание невест. Нет, я вообще все равно правее. В чем равно правее, на том числе? Равноправие равно правее. Права должны быть одинаковые, права. Когда ущемляют права женщины, это, к сожалению, очень плохо. Потому что женщина не может, мне кажется, раскрыться на все 100%. Плюс ко всему мужчина должен понимать свою женщину и слышать. А есть моменты, когда он, например, не то что слышит, даже этого делать не хотят. Вот. Поэтому, мне кажется, равноправие это много значит. Как ты думаешь, как мужчина, парень должен сделать какой поступок, чтобы такая красивая девушка, как ты, сразу обратила внимание? Сразу вообще не опрошу, не опрошу, не опрошу. Так, Даша, все отлично. Супер фотосет, давай, пару эмоций для окончания. Так, покажи мне радость, радость, дай мне радость, радость, радость. Так, 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 отлично. Так, теперь покажи мне тоску. Ты тоскуешь, ты прям ждешь. Отлично, так, ну и давай, страсть, покажи мне страсть, покажи эту бурю эмоции, покажи. Ну-ка, а ты, кто так делает? Зажди сюда. Вот, смотри, я тебе сейчас покажу. Вот, смотри, бери фотоаппарат, снимаешь, я тебе покажу, как надо делать. Вот я тебе сказал, тоска, да, ты тоскуешь. Тебе очень плохо, тебе жалко это время без него. Смотри, радость, радостно, вон, он уже приехал, все замечательно, сейчас он придет. Либо страсть, да, страсть, это такая танго, это страсть. Понятно? Все, давай, поехали, заново. В каких странах ты вообще была? Я была в Казахстане, в Дубае, где я была, в Марокко я была, в Киеве я была. Моя, моя родная страна. Ты и в Казахстане живешь, правильно? И в Кыргызстане живешь. Есть разница? Ну, какая-то есть разница. В чем? Ну, вообще, как бы, да, в том же самом народе. Народ разный. Почему? Почему меня здесь много привлекло, да? Вот, есть такие люди, которые говорят, ну, есть, да, в каждой нации, в каждой стране такие люди, националисты. Я всегда говорю, я здесь чувствую себя как дома, и я не важно, кто по национальности, я считаю, что я имею право здесь жить, только потому, что я люблю эту страну, люблю этот народ, потому что здесь люди немного проще, здесь люди немного добрее, искреннее, нежели в Казахстане. Ой, давайте обнимемся, дружба народу. Субтитры сделал DimaTorzok